Медиагруппа «Авангард» представляет Название «Квалифицированная электронная подпись в массовых системах» появилось не случайно, потому что, как показывает опыт, действительно подпись стала массовой, и в этом, оказывается, есть принципиальное отличие от корпоративной подписи. Даже той подписи, которую использовали ведомства в расчете где-нибудь на сотню тысяч пользователей, а при числе пользователей порядка более десятков миллионов, возникают совершенно новые проблемы, о которых мы и поговорим. Собственно, это и есть тема доклада. Я, как всегда, буду останавливаться только на некоторых пунктах, которые высвечены, потому что все могут прочитать, а я буду комментировать. Четвертый и пятый пункт, пожалуй, отличает то, что мы имеем определенную противоречивость требований. Посмотрите, с одной стороны легкая авторизация, а с другой стороны недостаточная надежность идентификации. Ну и в целом, если говорить об идентификации, Роман Владимирович тут нам только что сказал. Недавно же вышло постановление правительства 1389, буквально от 09.09.20, где, во-первых, Минкомсвязи переименовали в Минцифру, наконец, официально раньше это было шутливое название, а теперь оно официальное. Во-вторых, что я считаю даже более пахально, что, наконец, определен оператор, оператор удаленной идентификации, то есть тот, кто будет отвечать за эту удаленную идентификацию. Схема тут получается такая, как вытекает из этого постановления, что предложение разрабатывает Минцифра, а утверждает и согласовывает их ФСБ. Ну, как мы знаем, в ФСБ, конечно, хотя, впрочем, не обязательно. Может быть, это будет восьмой центр, может быть, еще кто-то, но, тем не менее, видимо, официальное одобрение будет в ФСБ. Ну, посмотрим, как эти два ведомства сработаются с тем, чтобы решить ту проблему, которую они могли решить уже в течение довольно длительного времени. Ну, вот какова схема, значит, или парадигма массовых технологий? Значит, я бы здесь отметил, в первую очередь, что, значит, в чем особенность массового пользователя? Массовый пользователь пытается придерживать уже освоенных приемов. Вот это то, чего, вообще говоря, нам, разработчикам, не очень нравится, но то, с чем приходится мириться. Хочешь ты, не хочешь. Ну, и вот пятый пункт, это что личный идентификатор должен быть защищен от посторонней активизации и от посторонней подделки. Ну, если это переводить, например, на гаджет в виде телефона, то это фальшивая сота. Как вы знаете, фальшивая сота позволяет замечательно воспроизвести ваш номер телефона. При этом, значит, тот, кто будет с вами разговаривать, будет видеть не ваш номер, то есть будет видеть ваш номер телефона, а с вами будет разговаривать злой умышленник. Давайте посмотрим на топологию и на центральную часть системы массового применения квалифицированной электронной подписи. Я в основном теперь сейчас буду разговаривать и рассказывать квалифицированную электронную подпись, обсуждать, потому что неквалифицированная подпись, она более-менее сейчас уже развита, она применяется. Однако сфера ее применения достаточно ограничена, и всех интересует именно квалифицированная электронная подпись. В первую очередь, это система удостоверяющих центров, именно система, то есть это достаточное количество узлов, их должно быть порядка нескольких тысяч точек выдачи для обслуживания десятков миллионов пользователей, которые должны быть связаны между собой узлами по требованиям КБ. Все понимают, что это такое, да? Ну и естественно, при этом нужна выяснительная система, которая фактически представляет из себя распределенный географический кластер, соответственно, каналы должны быть достаточно высокоскоростными, и здесь я ожидаю, что, наконец, спрос на шифраторы на высокоскоростные будет расти не только со стороны ФНС, который все время требует больших и больших скоростей для своих ЦОДов, но и также со стороны удостоверяющих центров, которые будут представлять из себя географически распределенную вычислительную систему. Вот, значит, одно из требований этой системы – это короткое время обслуживания. Вот я здесь привел те данные, на которые мы сейчас ориентируемся при разработке ЦОДов, значит, обрабатывающих заявления по, значит, по выдаче КЭП, и, значит, вот при предварительной явке пять минут – это фактически дополнительная проверка по, значит, внутренней системе относительно этого, относительно заявляющего лица, его дееспособности, его принадлежности к той или иной фирме. В этом смысле, значит, проверка физического лица и выдача ему квалифицированной электронной подписи будет представлять, видимо, отдельную проблему, значит, в первую очередь, потому что идентификация личности, как раз вот та самая краеугольная проблема, о которой я говорил в самом начале, и, надеюсь, которая будет таки решена. Ну, а связь между отдельными узлами должна быть по КЦ-2 или выше. Это объясняется тем, что, значит, на квалифицированной электронной подписи, которая не предназначена для обработки государственной тайны, значит, противник в виде спецслужб развитых государств не рассматривается. Ну, один из самых центральных моментов облачного удостоверяющего, так сказать, облачного удостоверяющего центра – это выдача ключа КЭП на борт. Значит, тут есть сразу же несколько моментов, которые являются принципиальными. И, в первую очередь, это доверенный элемент. Это вот тот момент, вокруг которого сейчас ведется дискуссия, должен ли быть доверенный элемент или не должен ли быть доверенный элемент. Лично я считаю, что такой элемент должен быть. Без него, к сожалению, ничего не получается. Ну, то есть получается, но получается уровень защиты КЦ-1. А с доверенным элементом можно достичь уровня доверенности КЦ-3. И тут возникает сразу же вопрос, а какая разница, КЦ-1 или КЦ-3 – это же КЭП, то есть квалифицированная электронная подпись. Обратите внимание, еще раз, КЦ-3 или КЦ-1 – и все равно КЭП. И вот это, между прочим, объяснить довольно сложно. А в чем, собственно, отличаются КЦ-1 и КЦ-3 для КЭП? А в том, в первую очередь, что по КЦ-1 вы можете отказаться фактически от подписи, сославшись на то, что у вас на борту сидит какой-то там неизвестный хакер, которого, впрочем, допустили вы сами, когда рекомендовали КЦ-1, да? То есть регулятор. А КЦ-3 этого не позволяет сделать. Вот в чем принципиальная особенность. И эту принципиальную особенность, между прочим, не все чувствуют. Не говоря уж о том, что, значит, КЦ-1 применяется, как правило, в банковской системе, где цена риска не превышает одного миллиона рублей. Уже при одном миллионе рублей пойдите-ка получите кредит просто так удаленно. Кто это вам выдаст? От вас квартиру в залог потребует, да? То есть фактически личная явка и личная проверка там – это нормальное дело. По КЦ-1, повторяю, около миллиона рублей. А если вы открываете удаленную фирму за счет квалифицированной электронной подписи, то вы за 15 минут электронным образом прокачаете через нее левых 20 миллионов, да и не рубля, а долларов. Чувствуете разницу? А потом фирма просто бросается. Ну, поскольку никто же не открывал, и то самое поддельное лицо под КЦ-1, так сказать, пропало, вот вам и все. А то еще и пропадать не будет. А просто скажет, ну как, что хакер ко мне пролез, а вы сами мне рекомендовали. Как же тут быть-то? Вот вам, пожалуйста, какая получается парадигма. Так вот, значит, поэтому вот система, вот пятый пункт, система заначки ключа в доверенном хранилище на смартфоне – это вещь очень серьезная, которую, так сказать, пока что в полном объеме для смартфона произвольной архитектуры на самом деле пока не решили. Так, я правильно иду? Облачный, да. Облачный электронный документ оборот. Ну вот, так сказать, мы пришли к тому, ради чего, собственно, облачная квалифицированная подпись и, так сказать, делается. Это облачный электронный документ оборот. И главная здесь проблема опять – идентификация пользователя. Вот то, что в первом пункте написано, значит, является самым главным. И повторяю, что, конечно, я не думаю, что эта проблема будет решена быстро. Хотя я, конечно, очень хочу пожелать успеха нашим двум ведомствам, вот здесь присутствующим, да, в этом сложном и тяжелом деле. Но как-то мне вот интуиция подсказывает, что этот процесс не будет, к сожалению, очень быстрым. Вот. И тут некоторая особенность, что, значит, что такое доверенный элемент и как он должен сидеть в этом гаджете. И получается, что должен он сидеть на уровне L1, L2 и никак не выше. Вот этот пункт третий. Потому что этим обеспечивается независимость от операционной системы и, самое главное, всякой программной среды на борту. Потому что никто игрушки не отменял, они всегда будут. И там будут Яндексы, и будет прочее, 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 на том же самом телефончике. Поэтому, значит, доверенный элемент не должен с ними соприкасаться, а должен быть от них автономен и изолирован. Вот. То есть фактически, вот как пункт 4 сформулирован, это дополнительный компьютер в гаджете. Можно ли это сделать? Да, уже сейчас можно сделать. И такой элемент есть. Это доверенная симка, вот там, в пункте 2, и которая сейчас находится на аттестации под уровень КЦ3. Вот. Да, конечно, это требует появления определенного оператора или согласия ныне действующих операторов на обработку этой самой симки. Ну, на самом деле, вот создание виртуального оператора ценой где-то в 50-60 миллионов рублей не является большим препятствием для такого серьезного и важного дела обеспечения защиты по уровню КЦ3. Вот. Ну и последний, вот пятый пункт, он, между прочим, не так маловажен. Он заключается в том, что мало того, что облако должно идентифицировать пользователя, но и пользователь должен идентифицировать облако. В противном случае можно очень, так сказать, начать игру с пользователем и в конце концов вытянуть у него чего-нибудь не то. Понимаете? То есть вот эта вот взаимная идентификация облака и пользователя, она тоже должна быть повешена на доверенный элемент. А это вот вторая часть, она достаточно сложная. Кстати, если вы возьмете наш заграничный паспорт, да, то вы же его не будете показывать направо и налево. И практика показывает, что все его очень дружненько берегут и правильно делают, потому что сам паспорт не идентифицирует того, кто у него считывает эту информацию. Электронный паспорт, да? Вот, ну, конечно, возможно, электронное удостоверение, о котором в радужном плане рассказывал Роман, значит, будет идентифицировать того, кто у него будет спрашивать. Но это, между прочим, очень непростая структура. Представьте себе свой-чужой, не только как сейчас это работает в самолетах, да, когда Земля опрашивает борт, и на Земле все ключи всех бортов, да, а когда, видите, у каждого на борту должны быть еще ответные ключи от тех самых, от центров, которые опрашивают, то есть всех точек приложения вашего удостоверения личности. Это что, у каждого гаишника, что ли, да, на каждого гаишника, ну и так далее. То есть вообще здесь проблем очень много, на самом деле не такая простая проблема. Ну вот принципы облачного доверенного электронного документа оборота. Значит, почему уровни L1 и L2? Потому что фактически образуют как бы трубу, трубу на уровне L1 и L2, в которую разные ручейки, возможно, разных электронных документов оборота. Понимаете, чем это хорошо? То есть на самом деле можно в эту же трубу запихнуть облачную подпись или облачную технологию КриптоПро или облачную технологию Инфотекса. Она будет только усилена за счет того, что это будет проходить в имитозащищенной трубе по КЦ-3. На самом деле вообще вот эта принципиальная новость заключается в том, что информационная безопасность обеспечивается только в одной компоненте, а именно идентификация и в компоненте, значит, невозможность изменения адресата. И это очень важно, потому что порождает новое чувство, можно в этой же трубе, так сказать, имитозащищенной, документы оборота разного уровня секретности или конфиденциальности запускать, что тоже крайне важно и интересно. Поэтому вот для массового пользователя такое явление, можно сказать, в котором конфиденциальность является как бы следствием, а в основном это целостность и доступность, но вот это начинает напоминать аналогию, то есть имеет аналогию с АСУТП. Ну и вот, значит, идентификация физических лиц в общегражданском сегменте доверенного электронного документа оборота, она, конечно, вот опять же, ссылаясь на постановление 1389, будет на самом деле не очень простой проблемой. Ну, например, для юридических лиц эта проблема решается достаточно просто. После заявления человек проверяется по системе налог-3, где на фирму имеются все данные, поэтому идентификация происходит совершенно надежно. Что для физических лиц, конечно, совершенно отдельная песня. Какая же основная проблема возникла здесь при проработке вот этой удаленной электронной подписи? А вот оказывается, что самая большая проблема – это хэш. Как ни странно. Казалось бы, чего же такого-то? Ну, вычисление хэша в стандартной процедуры ключа они требуют. А оказывается, подсовывание хэша – вот это вот и есть самая большая проблема. Для вычисления хэша нужна, а, процессорная мощность, б, значит, нужно его вычислить точно, иначе вам могут подсунуть хэш от другого документа. Понимаете? И тогда получается, что, значит, вычисление хэша – есть главная проблема. И доверить вычислению, так сказать, просто на облако, где можно сделать все, что угодно, не получается. Надо, чтобы пользователь еще и посмотрел, от чего там, так сказать, ему хэш-то предъявили. Поэтому, значит, одним из решений – это, значит, это шаблонизация, извиняюсь за такое некрасивое слово, это, то есть, шаблонирование получается, да? Ну, в общем, подготовка шаблонов, которые бы заполнялись в полях, и эти поля бы обрабатывались на доверенном элементе. Вот одно из возможных решений. В противном случае хэш опять недоверенный. И вот эта вот доверенность хэша, она оказывается одной из центральных проблем, которую надо будет преодолеть, либо доверенный элемент усиливать в вычислительной мощностью. Ну, вот в заключение просто уже такая практическая рекомендация, что веб-доступ будет не очень хорошим решением, потому что качество получается не очень удобное для работы с, в частности, мобильного устройства. И, значит, нужно делать все-таки аплеты, которые будут грузиться непосредственно на борт, в зависимости от того документа оборота, с которым вы будете работать. Проблемы. Проблемы массового пользователя. До сих пор мы смотрели все-таки на проблемы со стороны, так сказать, не пользователя, а со стороны в большей степени центральной части. А вот, так сказать, пример здесь, я уже заканчиваю, просто я построил один пример, демонстрирующий, в чем разница между, так сказать, корпоративной подписью и подписью на больших объемах. Оказывается, что такая простая вещь, как обращение к СРЛ-кам в удостоверяющий центр, ну, чтобы проверить, так сказать, действующая подпись или не действующая. Математика-то быстро проверяется, а потом же надо сравнить вот тот ключ, который вы, то есть сертификат, который вы проверяли, он вообще подходит, не подходит, может, он уже давно просрочен и удален. Для этого надо обратиться в СРЛ-ку. Так вот, оказывается, что если взять сейчас работающие системы и чуть-чуть неправильно построить или мало построить узлов, например, 10 штук на 10 миллионов пользователей, то время скачивания браузера будет составлять 3 минуты. 3 минуты? Ну, казалось бы, ну, что такое 3 минуты? Но для работы с СРЛ-кой, для работы с СРЛ-кой это нормально, то есть это сносно. Не очень хорошо понимаешь, но сносно. Но беда в том, что если вы настраиваете браузер, он будет со всеми остальными сайтами тоже работать 3 минуты. И тогда вы полезете на стенку. То есть тогда получается что? Что оказывается, этих узлов надо делать много, то есть десятки. А это уже совершенно другая инфраструктура, потому что ими надо управлять. Понимаете, как одно цепляется за другое. А когда у вас пользователей мало, там где-нибудь 100-200-300 тысяч, ну, это можно обойтись одним СРЛ-ком. Потому что вот, например, на 10 миллионов пользователей было, сейчас обнаружено около полумиллиона всего лишь зашифрованных записей. Но оказывается, что полмиллиона это тоже довольно много. Вот это вот, это иллюстрация разницы между тем, что такое массовый и что такое, значит, корпоративный пользователь. Думаю, что это всем будет полезно знать, когда вы будете разрабатывать системы для массового применения. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok